Так, ну что? Так, друзья, да, еще раз перезапускаем эфир. Всем добрый день, добрый вечер. У нас сегодня в гостях Куракин Игорь, адвокат, руководитель уголовно-правовой практики. И мы Игоря пригласили. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Для того, чтобы он нам прояснил очень важные и настолько болезненные, как мы уже увидели, нюансы про мобилизацию. Игорь, пожалуйста, я знаю, что у вас очень мало времени. Тридцать минут, если мы уложимся, будет замечательно. Спасибо. Спасибо за предоставленную возможность. Хотел пояснить, соответственно, относительно мобилизации. Что такое мобилизация в целом? Мобилизация в целом – это некая совокупность мероприятий, которые направлены на приведение условий военного времени в связи с актами агрессии против Российской Федерации, как инфраструктуры государства, так и, соответственно, вооруженных сил. Так основная масса населения и понимает мобилизацию. Что сейчас будут кого-то призывать в вооруженные силы. Будут мобилизовывать, соответственно, во вооруженные силы. Существует два основных вида мобилизации. Первое – это мобилизация всеобщая. Мобилизация всеобщая, когда, соответственно, призываются все граждане, которые находятся в запасе, которые находятся в резерве. Все, грубо говоря, население Российской Федерации, которое военно обязано, которое может быть призвано на воинскую службу. Согласно данным Росстата, в Российской Федерации примерно 32 миллиона человек, которые в теории могли бы быть призваны на воинскую службу. По данным Министерства обороны, которые учитывают, соответственно, граждан, которые формально по возрасту подходят, но при этом по состоянию здоровья, либо ввиду наличия оснований для отсрочки, для брони и так далее, которые могут быть призваны за этим исключением в рамках мобилизации, мобилизационных мероприятий составляет порядка 25 миллионов человек. Соответственно, в связи с этим, почему у нас в настоящий момент частичная мобилизация? Потому что объявлено, что общее количество мобилизуемых граждан в рамках данного мероприятия составит 300 тысяч человек. То есть чуть более 1% от потенциала нашей страны по мобилизации граждан в целом. Соответственно, граждане, которые прибывают в запасе, они подразделяются на три основных разряда. Согласно их воинским званиям и возрасту. Соответственно, первый разряд – основная масса граждан, которая либо проходила службу, либо воспользовалась отсрочками от призыва на воинскую службу. Соответственно, это категория от солдат до сержантов включительно, которая не превышает 35 лет. И, соответственно, младшие офицеры, не превышая 50 лет. Поясню, почему данная категория больше всего волнует граждан. Потому что, грубо говоря, те, кто либо служил, либо пользовался отсрочками, зачастую это рядовой состав. И есть целый пласт граждан, который воспользовался возможностью, предоставленной их вузами. Вузами, в которых была военная кафедра. По результатам прохождения обучения в данном вузе, по результатам мероприятий воинского учета, связанных с военной кафедрой, им присваивалось звание, например, лейтенанта запаса. Соответственно, данная категория граждан уже в первый разряд подпадает до 50 лет. Значительно больше. Учитывая, какой процент граждан. Скажем так откровенно, при выборе вуза часто руководствовалось наличием военной кафедры. Но сейчас эти граждане будут испытывать некий больший душевный дискомфорт, в связи с тем, что их могут призвать до 50 лет. Соответственно, туда же попадают офицеры. Другие вплоть до высших офицеров, соответственно, их возрастной порог больше. Соответственно, второй-третий разряд предусматривает больше возраст. И в приоритете, естественно, люди, подпадающие под первый разряд. Эта норма предусмотрена статьей 53 Федерального закона о воинской обязанности и военной службе Российской Федерации. Соответственно, что также надо учитывать при определении этого 1%, который может быть и будет мобилизован. Порядка 300 тысяч человек. Безусловно, это наличие, во-первых, опыта, участия в войсковых операциях. То есть это чеченские компании, это, например, Сирия и так далее. То есть там, где реально применялся боевой опыт. И наличие определенной специальности. Соответственно, после прохождения обучения, после прохождения воинской службы, в военном билете у человека остается некая специальность. Мотострелки, механики-водители и так далее. Соответственно, есть перечень приоритетных воинских специальностей, которые будут подлежать призыву в приоритетном порядке. Соответственно, что делать, если вы попадаете или не попадаете в первый разряд, вам пришла повестка. Тем не менее, что необходимо знать каждому гражданину? Каждому гражданину необходимо знать, что повестка не равно призыв на воинскую службу. Повестки бывают разные. Повестки бывают как непосредственно для мобилизационных мероприятий, как для призыва на воинскую службу, так и немаловажно и достаточно часто. Это, например, повестки для уточнения анкетных татков. Соответственно, что это означает? Это означает буквально следующее. Мы разберем в теории, плюс небольшой пример. Гражданин, проходящий первичные мероприятия воинского учета, зачастую это в 16 лет еще школьников приглашают в военкоматы для прохождения медкомиссии, для определения группы здоровья, для постановки на воинский учет. Соответственно, некий гражданин, он в 16 лет попадает на воинский учет, после этого он пользуется, например, отсрочками для получения высшего образования, он идет в аспирантуру и так далее. Ну, разные варианты, когда военкомат о гражданине, в принципе, знает основной объем информации, исходя из первичных мероприятий воинского учета. И, соответственно, как... Паузу небольшую сделаем, просто перевод на язык, обычно успокоительное. Значит, если вам пришла повестка, у меня тоже, вот, сыну пришла повестка, это не значит, что, значит, это равно мобилизация, это значит, что военкомат просто обновляет данные о молодом человеке. Да, и, соответственно, что надо делать, когда вас приглашают в военкомат? В первую очередь, если у вас есть основания для отсрочки от мобилизации, например, такие основания, которые предусмотрены статьей 18 закона о мобилизации, это бронь в порядке определяемого правительства, это признание временно негодным к воинской службе, ну, например, по причине травм, например, это уход за членом семьи, это опекунство, это наличие четырех и более детей, либо наличие трех детей и беременной супруги на сроке, там, у вас две недели и более, соответственно, ну, и ряд других оснований. Допустим, предположим, у вас вызывают военкомат. Что вам нужно брать с собой помимо паспорта и военного билета? Вам необходимо взять, во-первых, документы, которые подтверждают состав вашей семьи. Если, например, у вас родились дети, военкомат об этом не имеет ни малейшего понятия. Его надо об этом известить. Нужно взять свидетельство о браке, нужно взять свидетельство о рождении детей. Например, свидетельство о многодетной семье, в случае, если у вас есть такое. У меня есть. Соответственно, я его понесу в военкомат в случае необходимости. Это свидетельство о наличии брони, соответственно, которое вам выдает ваш работодатель. Это медицинские документы, подтверждающие наличие у вас заболеваний, которые могут дать вам отсрочку от мобилизации. Либо, соответственно, возможно, у вас есть некие хронические заболевания, которые в целом препятствуют прохождению воинской службы. Все это необходимо принести в военкомат. Соответственно, в военкомате это приобщают к вашему личному делу. И в значительном ряде случаев вас после этого при наличии оснований просто отправят домой. Известный уже пример мужчины, который имеет пятерых детей от двух жены, является сотрудником IT-компании, который, соответственно, получил повестку. И пока СМИ активно муссировали эту тему и раздували панику, гражданин явился в военкомат, предоставил о себе сведения и был отправлен домой. Но к моменту, когда это все достигло какого-то пика, выяснилось, что человек уже дома со своей семьей и никаких проблем с мобилизацией он не испытывает. Соответственно, что у нас еще из необходимого? Вручение повесток – это некая главная боль. Существует ряд, существует перечень, на самом деле, предусмотренный статьей 31 закона о воинской обязанности и военной службе, который предусматривает порядок вручения повесток. И это необходимо знать. Соответственно, кто может вручить гражданину повестку? Ну, это, естественно, сотрудник военкомата. Нужно обязательно вручить лично, да? Да, закон предусматривает, здесь очень интересный момент, обязательство гражданина получить повестку под расписку. То есть не то, что военком обязан получить с него расписку, а то, что гражданин, подлежащий призыву на военскую службу, обязан эту расписку получить. Соответственно, ее может вручить сотрудник военкомата. Здесь существует небольшая колледжия, которую надо знать. Может ли сотрудник военкомата вручить вам повестку? Да, безусловно, может. Может ли он потребовать документ, удостоверяющий личность? Нет, он не может. Неизвестно, кому он вручит ее. Да, поэтому он зачастую, сотрудник военкомата, он действует совместно с лицами, которые имеют на это право. Например, с сотрудниками Министерства внутренних дел. То есть, условно, полицейский, какой-нибудь участковый полномоченный полиции и вместе с ним сотрудник военкомата. Далее, может вручить повестку работодатель. Мы все забываем, но граждане более старшего поколения помнят, например, понятие военный стол в отделе кадров. То есть, вообще-то, мероприятие по учету граждан, подлежащих призыву на военскую службу, обязан вести работодатель. Но часто он этого просто не делает, а так как за это никто не наказывает, соответственно, мы до определенного момента об этом просто многие забыли. И, соответственно, очень популярный вопрос. А может ли сотрудник правоохранительных органов вручить повестку самостоятельно? И вот здесь как раз статья 31 вышеуказанного ФЗ, она указывает, что в случае невозможности вручения работодателям либо сотрудникам военкомата вручают повестку органы внутренних дел на основании письменного обращения к комиссариату. То есть, в теории, закон такую возможность предусматривает. Если военный комиссариат обратился, что он не может вручить повестку условному гражданину Иванову Ивану Ивановичу, который игнорирует все настоятельные просьбы прийти для мероприятий и мобилизации, либо воинского учета, соответственно, здесь уже могут подключиться сотрудники правоохранительных органов. Это немножко забегая вперед относительно вопроса, где и как может быть вручена повестка. Может ли она быть вручена, например, на границе с сопредельным государством? Да, безусловно, может. Соответственно, гражданин, который пытается, например, выехать через какой-нибудь Верхний Ларс, вполне может встретить сотрудника правоохранительного органа, возможно, при участии сотрудников военного комиссариата, возможно, при его отсутствии и получить повестку. Соответственно, многих волнует также такой вопрос, как расторжение приостановления трудовых договоров. Если совсем вкратце, мы ограничены по времени. Соответственно, у нас есть Минтруд, который, вместе с Российской Федерацией, которая установила как раз, что действующие трудовые договоры должны быть приостановлены. Единственное, что если договор срочный, то он, конечно, может быть расторжен. Соответственно, это письмо Минтруда от 27 сентября 2022 года. Возвращаясь к теме о том, что у нас уже существует, конечно, законодательство, но в данной ситуации оно до этого момента не применялось, и приходится как раз корректировать его указами, письмами и так далее. То есть это по аналогии, я читала просто, что это по аналогии как с беременными женщинами. Когда она рожает, она просто уходит в отпуск по беременности и родам, и на ее место, то есть за ней сохраняется рабочее место, и на ее место могут взять другого человека, но когда она выходит из отпуска по беременности и родам, соответственно, она занимает снова свою должность. В этой, как бы, с мальчиками то же самое. Я думаю, что на самом деле это породит очень интересную практику по окончании периода мобилизации, по восстановлению на своих рабочих местах, по взысканию, соответственно, каких-либо компенсаций в случае незаконного увольнения. И что касается непосредственно хода мобилизации, ну, из последнего, понятно, что эти данные меняются, могут меняться по нескольку раз в день, но к вопросу о количестве лиц, которые в мобилизации подлежат. Вот у нас есть часть регионов, которые, в принципе, уже необходимым мобилизационный ресурс призвали. Это на настоящий момент уже объявлено Брянская область, это Крым, это Севастополь, это Адыгея, Тува и Чечня. Причем Чечня перевыполнила норматив уже в два с половиной раза. В принципе, можно сделать вывод о том, что призванные сверх нормы граждан Чечни и некоторых других республик, они как раз могут войти в состав вот этой необходимой людской массы в размере 300 тысяч человек и компенсировать, например, недобор в каком-то регионе. Понятно, что нормативно это нигде не установлено, в любом случае мобилизационные мероприятия, они носят плановый характер, и они будут в каждом регионе стараться выполняться сотрудниками военных комиссариатов. Также у нас есть еще ряд регионов, которые уже близы к тому, чтобы досрочно этот план закрыть. Это Якутия, это Хакасия, это Татарстан, это Псков, это Коми, это Камчатский край. То есть, в принципе, ряд регионов у нас уже мобилизационные мероприятия завершили. То есть жителям тех регионов можно спать спокойно, что все, по ним план выполнен, да? Да, и выдыхать. Соответственно, и надо отметить активную вовлеченность администрации регионов в работу, то, в частности, президент Российской Федерации уже лично вынужден был обратиться о том, что существует действительно нарушение при мобилизации, на которое нужно оперативно реагировать. И руководство регионов, Турская область активно включилась, Москва очень активно включилась. Как раз существуют горячие линии. Например, в Москве существует телефон доверия, в Москве существует уже центр поддержки родственников, мобилизованных граждан, куда родственники могут обратиться как за получением консультаций, так и за разрешением каких-то бытовых вопросов. Вплоть до устройства детей в садике, там, трудоустройства и так далее. Но также, что волнует, собственно, мобилизуемость граждан. Даже если гражданина призвали, даже если его мобилизовали, и он, например, даже был в некий пункт, где проходит обучение, это не означает, что он поедет на фронт непосредственно. То есть в этот момент как раз выясняются дополнительные обстоятельства. В частности, проходит медицинская комиссия граждан, которые заявили... Она априори должна проводиться всем гражданам, которые их мобилизуют. Соответственно, в случае, если гражданин заявляет о неких правовых основаниях для получения отсрочки либо для получения освобождения от мобилизации, он проходит медицинскую комиссию по результатам, которые его могут возвратить. Также проверяются обстоятельства, насколько законно он был призем. В частности, в Москве, в московском регионе несколько граждан, энное количество точно не называется, было возвращено, уже непосредственно мобилизованы фактически. И, соответственно, были отозваны несколько сотен повесток о как раз мобилизации. Значит, давайте, как это, чек-лист. Итак, тебя забрали по вот этой частичной мобилизации, но ты совершенно точно, ты не служил и не попадаешь. Значит, что делать? Тебя уже куда-то везут. Вот действия. Куда-то везут, соответственно, родственники. Если уже вы не успели, либо не догадались взять какие-то документы и принести их в военкомат, здесь могут это сделать ваши родственники. Далее. Соответственно, ваши родственники обращаются в специальные службы, такие телефоны доверия для мобилизованных и их родственников. Куда сообщается о нарушениях? Если данные нарушения игнорируются, гражданин, либо его родственник, имеет право обратиться в прокуратуру. Соответственно, в частности, президент Путин дал поручение генеральному прокурору организовать работу по данным обращениям, и каждое из этих обращений должно быть рассмотрено индивидуально. То есть, если гражданин призван либо мобилизован без наличия на то законных оснований, необходимо собрать все документы, которые подтверждают вашу позицию, почему именно вас в данный период не надо было мобилизовывать. Соответственно, они направляются в военные комиссариаты и обращение в службу доверия, соответственно, и в прокуратуру. Ну вот, все. Все, успокоились вы, ребята, кто нас там смотрит? Вот вам чек-лист. Если вы не воевали, вот чек-лист нам дал Игорь. Спасибо ему большое, чтобы вас никуда, чтобы вас вернули обратно, если вас куда-то уже увезли. Игорь, спасибо. Пожалуйста, обращайтесь. Что еще у нас там по плану? Все. Все? Что? Все? Давайте хоть презентацию посмотрим. Седьмой слайд у меня вот тут открыт. Можем еще подальше пролистать, да? Седьмой слайд – это, собственно, как раз разряда. Основания для отсрочки. Это следующий, восьмой слайд. С ними можно ознакомиться. Но на самом деле, то есть это та же самая законодательная база, которая у нас есть. Дополнительное разъяснение Министерства обороны, соответственно, о том, какие граждане у нас имеют право получить отсрочки от мобилизации. Кстати, там же расширили как-то список этих товарищей, которые подлежат освобождению. Там обновили список профессий. Там айтишников, я знаю, освободили. Что вы на это думаете? Да, это то, о чем как раз необходимо узнать. То есть помимо айтишников, туда еще входят сотрудники организаций, обеспечивающих связь, телекоммуникационные компании. Туда входят организации, обеспечивающие стабильность национальной платежной системы, инфраструктуру финансового рынка, банковская ликвидность, наличное денежное обращение. Помимо этого, да, отдельно президент обратил внимание на студентов. Это, пожалуй, для родителей одна из самых животрепещущих ситуаций, когда непонятно, будет ли призвано их чадо, которое учится в настоящий момент в ВУЗе. И, соответственно, согласно указу о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, не подлежат мобилизации студенты, обучающиеся по очной и очной заодно. в форме обучения в ВУЗах, имеющие государственную аккредитацию. Соответственно, и кроме того, есть отдельные категории граждан, которые также освобождаются от мобилизации, ну, например, священнослужители и так далее. То есть каждый, надо понимать, что каждый случай, о чем, собственно, и заявлялось, каждый случай, он индивидуальный. И каждый случай нужно рассматривать персонально. Есть ли нарушения как раз в вот этом индивидуальном подходе? Да, безусловно, есть. Это вот как раз то, что у нас продемонстрировано буквально накануне в Дагестане. Это такой неприятный инцидент, когда по улицам города ездили автомобили с громкоговорителями, которые объявляли, что в военные комиссариаты необходимо явиться всем гражданам мужского пола. Ну, что помимо того, что это не очень законно, мягко говоря, это еще и невероятная глупость, потому что все граждане мужского пола включают в себя, соответственно, это малолетние дети, это глубокие пенсионеры, это инвалиды, это многодетные с четырьмя и более детьми. Соответственно, данные ошибки, данные как раз наплевательские отношения к вот этому индивидуальному подходу, они как раз вызывают у граждан волнение, и президент как раз обратил внимание на то, что надо этого избегать. Ну и, как мы понимаем, у нас все-таки есть некий элемент ручного управления, и, безусловно, я думаю, что сейчас на это будет обращено особое внимание, и учитывая, что есть тенденция по возвращению уже мобилизованных граждан домой, в случае выявления нарушений, я думаю, что здесь имеет смысл каждому гражданину, который имеет основания для отсрочки либо для освобождения, не отчаиваться, не впадать ни в какую панику, а самое главное – это абсолютное спокойствие и знание своих прав, и желание их реализовать. Если вы доброволец, то никто вам не мешает, независимо от возраста и состояния здоровья, мобилизоваться, заключить контракт. В частности, кстати говоря, лицам, которые не входят в первый разряд при посещении военных комиссариатов, часто предлагают заключить контракт на прохождение омской службы, но это право человека, а не его обязанности. Игорь, спасибо большое за разъяснение. У меня еще один такой вопрос, а могут ли женщин призвать? То есть если она попадает в эту категорию, служила? Да. Могут? Да, но женщины у нас, военнообязанные женщины, они у нас попадают в третий разряд, и, соответственно, они не могут быть. Выдыхаем, не дойдет. Первый разряд примерно включает в себя 10 миллионов человек. То есть даже по самым худшим прогнозам, которые у нас выдвигают некоторые СМИ, о том, что будет признан миллион двести тысяч человек, два миллиона человек, ну, по идее, ресурс первого разряда, он должен покрыть все эти потребности. В настоящий момент, повторюсь, не надо ничего придумывать, 300 тысяч человек объявлено, 300 тысяч человек у нас, соответственно, в планах у военных комиссариатов стоит, и 300 тысяч в настоящий момент призывают. Хорошо. И можно тогда еще раз списком прочитать вот эти области, которые уже выполнили свой план по мобилизации, просто чтобы они уже успокоились? Из объявленных. Крым и Севастополь, Брянская область, Адыгея, Тува и Чеченская республика с огромным запасом. Близки порядка 90% под данным на 30 сентября из открытых источников это Якутия, Хакасия, Татарстан, Псков, Коми и Камчатский. Окей, супер. Все, Игорь, спасибо вам большое. И до новых встреч. Будем вас приглашать, конечно же, с учетом вот нашего сегодняшнего опыта с открытой ссылкой. Все, спасибо и до новых встреч. Пока-пока. Все равно.